Возможность прокачать цифровые IT-навыки получат почти 28 тысяч жителей Пермского края. Это позволит сделать сетевой IT-университет. О планах на 2020 поговорим прямо сейчас с руководителем проекта Полиной Сухановой. Полина, приветствую вас снова в нашей студии. Давайте начнем все-таки с 2019 года. Еще в августе, когда было интервью в нашей студии, вы говорили, ссылаясь на HeadHunter, что там около полутора тысяч, если не ошибаюсь, свободных вакансий. Это вот та потребность, которую нужно закрывать прямо сейчас. Если не ошибаюсь, около 700 было бюджетных мест в прошлом году в сетевом IT-университете. Насколько получилось закрыть этот дефицит? Мы мониторим потребность в IT-специалистах ежемесячно. И хочу сказать, что эта потребность продолжает оставаться очень высокой. От двух тысяч до полутора специалистов ежемесячно требуется на рынке труда. При этом, несмотря на приток новых специалистов, я надеюсь, что мы помогли, посодействовали притоку специалистов компании, говорят, что не намерены закрывать открытые вакансии, поскольку они растут, они расширяются, и кадры им все еще нужны. Есть хоть какой-то прогноз на ближайшие несколько лет? Насколько этот объем-то? Не бесконечен же? Вы знаете, были очень приблизительные оценки Boston Consulting Group, что в ближайшие годы дефицит по IT-направлениям специалистам при увеличении выпускников вузов составит порядка миллиона человек. Поэтому это много, это перспективно, это возможности для многих людей найти себя в этой сфере. Да, но когда-то ведь это должно закончиться. Давайте горизонт берем пяти лет, потому что дальше отрасль очень динамичная, может быть, действительно, часть операций будет заменена искусственным интеллектом, но человеческое участие человека необходимо даже в этой технике. В общем, пока пять лет идет, надо успевать получать. Да, надо успевать. Вот, судя по конкурсу и востребованности там различных направлений, какие оказались наиболее эффективные, и в итоге-то, может быть, у вас как-то отслеживалось это, сколько именно ваших выпускников, да, ведь можно так сказать, выпускников сетевого IT-университета именно трудоустроилось? Отвечу сначала на первый вопрос. Востребованные курсы, самые востребованные, это, безусловно, начальные языки программирования, и очень востребованный курс был интернет-маркетинг. Чем более специализированный курс, тем меньше конкурс, поскольку узкой специализацией занимаются узкие специалисты. Но ценности этих курсов гораздо выше, чем просто программ обучения программированию 1С или Питон, потому что этих программ много, а узкоспециализированных курсов не так много. Относительно трудоустроившихся выпускников, здесь тоже есть ситуация, что компании приглашают стажеров, не все готовы менять свое место работы, потому что многие рассматривают рост в своих компаниях, поэтому приглашенных гораздо больше, чем принятых на стажировку, и, соответственно, тех, кто трудоустраивается, еще меньше, поскольку есть корпоративная культура, есть определенные факторы, которые влияют на решение человека и компании о трудоустройстве. Но мы гордимся, что по окончанию мгновенный эффект после образовательных программ и демо-школ был порядка 80 человек. И это вполне себе... Да, хочу сказать, что сейчас воронка приема специалиста это из 100 резюме один. По итогам демо-школ могу сказать, что средний показатель из 15 слушателей порядка 5 получают приглашение на стажировку. Это хорошо, это 30% от слушателей, это очень хорошо. А по итогу программ ДПО могу сказать, что от двух человек вплоть до того, что приглашали целые группы на отправление резюме и собеседование. А это о чем все-таки больше говорит? О том, что подготовка такая на высоком уровне или о том, что настолько не хватает специалистов, что вот... Это говорит о том, что специалистов не хватает, но когда представители компании видят, что у человека сформирован нужный им навык, они готовы его пригласить прямо сейчас. Полина, здесь, наверное, было все-таки с этого и начать. 28 тысяч, ну, большая такая ошеломляющая, скорее даже, цифра. Но нужно понимать, что из этого большее количество идет к школьникам. Да, у нас одно из важнейших направлений, это как раз школьное направление и охват всей территории края по предоставлению возможностей для ребят в освоении ИТ и цифровых навыков. И 25 тысяч человек — это именно школьники, которым мы хотели бы, чтобы приняли участие и начали осваивать возможности программирования сайтов, программирования на скретч, разработку ИТ-продуктов, пользование редакторами. То есть то, чему не учат в школе, но то, что необходимо уже сейчас. А когда это уже все-таки пересчет в государственное образование? Ну вот в школы? Государственное образование связано, безусловно, с решениями на федеральном уровне. При этом, если сейчас наши программы носят рекомендательный характер и реализуются во время внеурочной деятельности, за что мы очень признательны педагогам и директорам, которые это поддерживают, то по итогу прошлого года, так как наш проект был признан одним из лидеров образовательных проектов Российской Федерации, начали присматриваться к тому, что мы делаем в школьных направлениях. И может быть, я очень надеюсь, что за этот год мы покажем пример того, как можно максимально бережно встроить очень небольшой модуль по ИТ в учебно-образовательный процесс. Надеемся на результаты, да. Вернемся уже к взрослому сегменту. В этом году программы выстроены по двум видам. Роли ИТ-специалистов и ИТ-технологии. Во-первых, что это под собой имеет и почему так? Во-первых, увеличилось количество программ, и мы очень хотим, чтобы ориентироваться в этих программах, зачем люди туда идут, было просто. Так как есть технологии, ИТ-технологии, а есть люди в командах и их роли, по которым востребованы они в компаниях. Соответственно, программы делятся как по возможности нарастить свою компетенцию в технологии, так и по возможности углубить свои навыки как специалиста. Что такое роль ИТ-специалиста? Это руководитель проекта, архитектор, руководитель ИТ-компании, сотрудник цифрового производства. Что такое технология? Это искусственный интеллект, бигдата. И там внутри этой технологии могут быть разные специалисты. Поэтому для удобства, для наглядности, для того, чтобы человек мог планировать свое профессиональное развитие, мы как раз разделили программы на эти два основных направления, которые в свою очередь подразделяются на 16 траекторий. То есть можно брать модуль из одной траектории, найти себе другое. Мы очень надеемся, что у нас получится с рекомендательным сервисом на искусственном интеллекте, который будет рекомендовать слушателям, а куда идти потом, после освоения этого курса. Полина, не так много времени остается. Вопросов-то на самом деле много еще. Как поменялась работа с бизнесом? То есть на вас обратили внимание? И внимание больше стало по итогам прошлого года? Наверное, мы показываем бизнесу, в чем для них возможности участия и включения в эти образовательные программы. И мы очень рады, что компании отмечают и успешность, и важность, и перспективы для себя. Даже небольшие компании по итогам осеннего семестра, они участвовали во всех ролях. И сами учились, и включались в учебный процесс, и участвовали в демо-школах. Они отметили ценность каждого направления, поскольку трудозатрат требуется не очень большое количество, а эффект, который они получают, эффект в первую очередь в навыках и специалистах, он более чем оправдывает их человеческие вложения. Вот, если не ошибаюсь, около двух десятков было соглашение, а в этом году? Да, у нас на сегодняшний момент порядка 20 компаний, 25 даже в близких партнерах. По возможностям стать нашим партнером, информация размещена на сайте. Мы очень хотим, чтобы их было больше, 50, 100, 150. Для каждой компании есть возможности. У нас не ограничено количество партнерств. Полина, и последний вопрос. Как в этом ключе поменялась работа с вузами? Нет такой тенденции, что второкурсники, которые сейчас понимают, что в ближайшие еще 2-3 года им нужно будет каждый день в университет ходить, изучать эту специальность, и они видят, что есть же сетевой университет, зачем мне тратить столько времени в аудиториях, когда я могу сделать это так? Нет ли такой тенденции? И как вы с вузами работаете в этом ключе? Мы очень уважаем наших коллег вузов и с ними выстраиваем, чтобы программы сетевого ИТ-университета не дублировались с программами основного образования, потому что фундаментальные знания и фундаментальное обучение – это очень серьезное конкурентное преимущество для IT-специалиста, для его развития. А наши программы, которые разработаны и предложены нашими же вузами, это специализация, это узкий навык, который поможет им углубиться в какую-то тематику, то, что они не могут сделать в программе общего обучения. Но фундаментальное образование – это очень серьезное конкурентное преимущество. На этой ноте предлагаю завершить нашу беседу. Спасибо большое. В студии РБК Пермь была Полина Суханова, руководитель проекта «Сетевой IT-университет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова